В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных событиях, прошедших выходных и первого рабочего дня, вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. В подготовке к Олимпиаде 2020-го в Рязани открылась Академия единоборств. Оказалось, что не учебная. В выходные эвакуировали ТРЦ «Премьер». Открой рот, в городе прошел чемпионат по чтению вслух. В субботу, 31 марта, в Рязани открыли Академию единоборств. На ее строительство было потрачено порядка 550 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Залы для тренировок, основная арена, медико-восстановительный центр сауны. Академия рассчитана на 600 спортсменов и одной из ближайших задач тренерского состава, работающего в ней, подготовка рязанцев к Олимпиаде в Токио в 2020 году. Рязань всегда славилась сильными спортсменами в различных видах единоборств. Теперь для их тренировок созданы все условия. На трех этажах Академии единоборств, которая открылась в Рязани 31 марта, есть все для комфортных и эффективных тренировок рязанских спортсменов. Просторные залы со специальными покрытиями, тренажеры, медико-восстановительный центр, комнаты отдыха, а также центральная арена с трибунами, рассчитанными на полторы тысячи мест. В день открытия Академию посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Сначала глава региона осмотрел залы, пообщался с тренерами и спортсменами, понаблюдал за их тренировками. После осмотра губернатор отметил, что по России таких центров немного, ну а для Рязани это колоссальное спортивное сооружение. Во-первых, все наши представители пяти базовых видов борьбы будут заниматься. Это бокс, это спортивная борьба, это тэквондо, это дзюдо, это самбо. И не только. Что самое главное, вот этот зал, в котором мы сейчас находимся, он может использоваться и для занятий художественной гимнастики, поскольку, чтобы он не простаивал, так и игровые виды спорта тоже могут здесь присутствовать. И я думаю, что микрорайоны, целый город, а также вся область будет постоянно пользоваться этим комплексом. И для того, чтобы побеждать потом, мы здесь воспитаем, я думаю, огромное количество спортсменов. В этот же день состоялась торжественная церемония открытия Академии единоборств, а также был дан старт всероссийским соревнованиям по тэквондо – Кубок Рязанского Кремля. Вообще тэквондо и другие виды спорта, особенно борьба, больше популярны в Рязани и в нашей стране. С 2014 года тэквондо является базовым видом спорта для Рязанской области. И наши ребята, наши спортсмены уже побеждают на международной арене. Вот 4 человека, 4 рязанца, 4 молодых парня, они уже вошли в состав сборной России, в основной состав, а 7 человек находятся в резерве. Перед фактическим стартом соревнований для зрителей с яркими номерами выступили ансамбль «Славяне», группы чирлидеров, барабанщицы и десантники. Тренировки в Академии единоборств должны начаться уже со 2 апреля. Но одной из главных задач, которую ставит перед собой тренерский состав Академии – это подготовка спортсменов к Олимпиаде 2020 года. В воскресенье в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер». Оказалось, что тревога была неучебной. В момент эвакуации в торговом центре оказался наш корреспондент. Ежедневно торговый центр «Премьер» посещает более 17 тысяч человек. В выходные проходная способность увеличивается. В ТЦ приходят свыше 22 тысяч. 1 апреля выходной у многих рязанцев был испорчен. В 5 часов вечера по громкоговорителям прозвучал сигнал тревоги. «Покиньте торговый центр через основные выходы», – говорилось в сообщении. Эвакуация произошла в течение пяти минут. Первоначально выдвигалась версия, что в здании проходят учения сотрудников МЧС. Правда, когда к торговому центру прибыли машины скорой помощи и полицейские, мнение у всех изменилось. Также по повышенному рангу пожара было выслано 8 пожарных подразделений. «На момент прибытия из здания проводилась эвакуация. Система оповещения и управление эвакуацией сработали. Пожарные подразделения были установлены, что произошло короткое замыкание в конструкции электросветильника без последующего загорания». В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме. Напомним, это уже третье срабатывание пожарной сигнализации за прошедшую неделю. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Госдума обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Об этом в понедельник 2 апреля в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампредседатель Комитета по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, это должно случиться уже в 2018 году. Выборный также добавил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. 2 апреля в Рязанском отделении партии «Единая Россия» дали старт предварительному партийному голосованию. В этом году в Рязани области пройдет более 200 компаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в 20 муниципальных образованиях региона. В 2018 году в Рязанской области пройдут две самые крупные компании по выборам в органы местного самоуправления. Будут избираться депутаты Рязанской городской думы и депутаты Скопинской гордумы. Для организации предварительного голосования в Рязани создан оргкомитет, в задачи которого входит прием заявлений от кандидатов, организация встреч и дебатов, а также информирование жителей о ходе праймериза. Задача, которую мы перед собой ставим, это привлечь максимальное количество людей с новыми, свежими идеями по развитию своих территорий, по развитию Рязанской области. В состав организационного комитета войдут 13 человек. Это представители разных сфер общественности, молодежи и средств массовой информации. Оркомитеты будут сформированы и в муниципальных образованиях из числа общественников, членов и сторонников партии, а также молодежи. Региональное отделение партии проведет предварительное голосование в Рязанской области по самым открытым моделям. Любой человек может принять участие, которому исполнилось 18 лет, который не состоит в других партиях и не имеет судимости. Это принципиальная позиция партии «Единая Россия». Более того, для членов других партий мы также открываем возможность участия в нашем внутрипартийном голосовании при условии, что человек приостановит членство в другой партии. Поэтому и партийные, и беспартийные люди с желанием избираться, с желанием пройти предварительное голосование могут принять участие. Выдвижение кандидатов предварительного голосования будет проходить с 3 по 8 мая. Регистрация в течение пяти дней после подачи документов. Встречи с кандидатами начнутся с момента их выдвижения. За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 18 получили травмы. В воскресенье около 4 часов утра на 202-м километре автодороги М4 Дон в Михайловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, 23-летний житель Республики Дагестан, управляя автомобилем Приора, двигаясь со стороны Москвы в направлении Тамбова, выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем Вольво с полуприцепом под управлением 22-летнего жителя Республики Дагестан. После чего совершил столкновение с автомашиной Сузуки Гранд Витара, двигавшейся в попутном направлении под управлением 49-летнего жителя Рязанской области. В результате ДТП водитель автомобиля Приора погиб на месте происшествия, его пассажир доставлен в медицинское учреждение. Водитель внедорожника и грузового автомобиля не пострадали. В этот же день в Шацком районе 26-летний житель Республики Киргизия, управляя автомобилем Хонда, по предварительной информации не справился с рулевым управлением, съехал на обочину и совершил наезд на мачту электроосвещения. В результате ДТП водитель и 7 пассажиров жителей Республики Киргизии с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В Рязанской области повысили размер пенсии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ПФР. С 1 апреля выплата пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, увеличится на 2,9%. В нашем регионе повышение коснется более чем 46 тысяч рязанцев. Индексация произойдет в отношении как работающих, так и неработающих пенсионеров. Одновременно с этим будут повышены пенсии военнослужащих, а также тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. В пятницу 30 марта в библиотеке имени Горького прошел чемпионат по чтению вслух «Открой рот». В России это состязание проводится уже с 2011 года. В нашем же городе любители чтения вслух собрались всего лишь во второй раз. За звание лучшего чтеца соревновались семь рязанцев. О том, как это было, расскажем в следующем сюжете. Приглушенный звук микрофона в уютном зале всего пары десятков человек. Именно в такой камерной, почти домашней атмосфере прошел в Рязани отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Участие в нем приняли всего семь человек. Причем конкурсом заинтересовалась как молодежь, так и взрослые, состоявшиеся люди. Среди участников Татьяна Масяш. В детстве она занималась в драматических кружках, какое-то время работала аниматором, сейчас же преподает танцы. Узнав о конкурсе, она решила проверить свои силы и попытать удачу. Проверить, так сказать, не исчезла ли у меня вот такая вот способность, как бы, читать, выступать. Ну, я же играла в спектаклях. Ну, и чисто вот такой вот интерес, азарт, что ли, познакомиться с людьми, посмотреть на единомышленников, пообщаться с ними тоже. Вот позитивчик получится. Действительно, чемпионат «Открой рот» – пожалуй, одно из самых позитивных состязаний. В России он проводится в 111 городах с 2011 года. У нас же в Рязани любители чтения вслух собираются в библиотеке имени Горького во второй раз. В ходе чемпионата им предстояло пройти несколько этапов, на каждом из которых к прочтению предлагались различные произведения. Первый тур у нас – это зарубежная проза, второй тур – это русская проза, третий тур – это поэзия, а финал у нас посвящен Вознесенскому. В этом году Андрею Вознесенскому 85 лет, и в финале будут читаться его стихи. Владислав Ходосевич, Юнна Морец, Анатолий Миренгов, Джулиан Барнс – произведения этих и многих других авторов прозвучали на чемпионате «Открой рот». Специально подготовленные листы с отрывками лежали таким образом, что участники не имели возможности видеть объем текста, автора или название произведения. На ознакомление с предложенным отрывком давалось всего пять секунд. После участники должны были прочитать его грамотно и артистично. Оценивали чтение вслух члены жюри. Его председателем стал победитель отборочного этапа чемпионата, который прошел в Рязани в 2016 году. Тогда Леонид Резников решил поучаствовать в этом мероприятии, не рассчитывая на победу. Однако, к своему удивлению, занял первое место. На финале конкурса в Ясной Поляне стал вторым. По его словам, участие в этом чемпионате невероятно расширило его кругозор. На роль председателя жюри он согласился с удовольствием и в своем судействе обращал внимание на три критерия. Техника, артистизм и грамотность такая вот в конце концов. То есть человек должен показать, вообще он владеет чтением вслух, в хорошем смысле этого слова. И что такое чтение вслух? Вот тебе книга, вот тебе газета. Открывай рот и читай. Именно это и делали участники чемпионата в Рязани на протяжении нескольких часов. Конечно, волновались. Конечно, ошибались. Но доброжелательная атмосфера скрашивала маленькие неудачи. В итоге победителем чемпионата стала Марина Чупейкина. Именно ее чтение, по мнению жюри, стало самым артистичным и самым грамотным. И теперь именно она будет представлять наш регион в финале чемпионата «Открой рот», который пройдет в Ясной Поляне в конце мая. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 1 июля 2018 года россиян ждут перемены. Именно в этот день вступят в силу поправки к федеральному закону об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В чем суть изменений и как они скажутся на ситуации в строительной отрасли, узнавала Алена Куколева. Данные изменения касаются регуляции деятельности застройщиков и призваны защитить покупателей квартир на этапе строительства. Однако на практике могут привести к росту издержек, превозведению жилья, замедлению темпов строительства и, соответственно, к подорожанию квадратных метров. Одно из нововведений сейчас – то, что застройщик должен иметь 10% от стоимости строящегося объекта на своем счету. Это означает, что застройщик практически должен перестроить всю финансовую модель. Потому что речь, на самом деле, идет об очень крупных суммах. Другое нововведение – счета из Кроу. Принцип их работы таков. Покупатели переводят деньги за квартиру на специальные счеты в банке, а не застройщику. Эти деньги замораживаются до окончания строительства. Застройщик сможет получить их только когда передаст жилье покупателям. Что это значит для нас с вами? С одной стороны, безопасность сделки действительно увеличивается. То есть, участник долевого строительства, если с застройщиком что-то случится, например, он разорится, получит свои деньги назад со значительно большей вероятностью. С другой стороны, это дополнительные расходы для застройщика. По мнению некоторых аналитиков, цены на жилье в среднем вырастут на 15-20%. Купить квартиру по выгодной цене эксперты советуют сегодня. Уже сейчас на рынке недвижимости наблюдается повышение активности. Покупатели стараются приобрести квартиры по действующим ценам. Выгодные условия предлагает один из ведущих застройщиков региона – «Северная компания». На сегодняшний день в нашей компании действуют скидки на строящиеся объекты, всех жилых комплексов. Также действуют дополнительные скидки в зависимости от формы оплаты. Если это будет стопроцентная оплата, либо ипотека, действует дополнительная скидка – 2000 рублей с квадратного метра. Новостройки «Северной компании», где цены на жилье пока остаются невысокими, удивляют внутренней отделкой помещения, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту. В подъездах широкие лестничные марши. Пол и стены сделаны из качественного керамгранита, а высокие потолки создают дополнительный объем при входе в здание. Особое внимание застройщик уделяет благоустройству дворов. Здесь отдельные игровые и спортивные зоны, места для отдыха и, что важно, парковки. При этом, если в планах есть приобретение новых квадратных метров, то стоит поторопиться. Подорожание недвижимости эксперты прогнозируют уже в апреле. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Но мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».